Доброго всем дня, доброго всем утра, проходите, присаживайтесь, у нас очень много всяких разных интересных штук вам есть сегодня рассказать. Ну, во-первых, привет. Сладкий. Пробежимся коротенько о том, что у нас произошло, вот, ну, типа, в последнее время. Во-первых, прошел Grounded, и спасибо большое всем тем, кто был, просто, ну, типа, повеселились, поукрали, замечательно, классно. Потом какую-нибудь историю, вам интересно, оттуда расскажем. Хотя, не помним, что все, что происходило на сходках, остается, блядь, где? На сходках. Все, не нужно ничего в комменты писать, не нужно там что спойлерить. Ждем. Во-вторых, на основе у нас уже вышел видос про китайцев, где у нас вот, ну, полный разбор. Мы давно хотели все, вот как, вот все руки не доходили, потому что там все текста какие-то, там еще что-то сложное. Рекламные проекты какие-то, блядь, непонятные туда-сюда, вот было сложно сесть за сценарий, вот. Вот, написали, сняли, и только, блядь, по одному, сука, ебучему черри. Но, не переживаем, джили и все остальные бренды тоже на подходе, тоже в какой-то перспективе там все будет. На самом деле, вот, ну, типа, отдельная гордость, наверное, наша, что вот там вся вот эта вот красивая картинка, туда-сюда, вот эта вот локация. Мы еще не знаем, какая у вас там будет реакция, потому что в нашем мире он еще не вышел, но там уже вот там, уже вот там, пух, вылетел. А, спасибо. Да, блядь. И мы пока не знаем, какая будет реакция на, ну, собственно, то, как мы сняли этот видос, потому что это в офисе. Вот. Магия кино, магия монтажа. Потом в телеграм-канале Лиза посмотрите. Да, кстати. Там бэкстейдж чуть-чуть. И в целом тоже, кстати, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, потому что у нас там все первые спойлеры. Я там периодически что-нибудь, как, у меня сгорит жопа, я такой... Когда крышка немножко закипает, знаете, вот, ну, типа, немножко, если что-то прорывается, то она обычно прорывается в телеграм-канал. Сообщение в 3 часа ночи больше, нахуй, никогда, например. Вот. Также, по идее, я точно не знаю графику выхода, но вроде бы как, вот к тому моменту, когда вы смотрите этот видос, еще вышла новая серия разгона. И еще какое-то количество будет выходить дальше. И вообще в этом году будет в разгоне интересно. Поэтому у вас, ну, определенно точно есть чем заняться, помимо этого, собственно, у вас нового выпуска. А в тот момент, когда вы смотрите этот видос, я надеюсь, я надеюсь, что я убиваюсь где-то на волнах в океане. Потому что неделю надо, блядь, посидеть на доске, поорать в океан, поорать под водой, поорать на камне. Где-то как-то очень далеко нужно где-то как-то поорать. Может быть, и нет. Не знаю. Как у вас дела? Мы поорали уже. На доске. Это если коротко. А потом еще поорали на кучу реквизита, декораций. Ну, вот на площадке, где реклама снималась. Да, там ужас просто произошел. А что, рекламодатель потребовал много реквизита? Ну, как сказать. Ну, один конкретный. А сколько всего было машины реквизита? Я в целом, я когда увидел, ну, типа, всегда же есть какая-то административная работа. И ты просто по административной работе можешь понять какие-то прикольные штуки. И там, типа, вот если раньше мы, допустим, мы снимаем на закрытой территории. И нужно сделать пропуска. И нужно там, типа, Citroёn Berlingo, например, там номер. Каршеринг. Такой это номер. Ну, и все. Тут, когда, типа, ты заходишь в пропуска, там, ман. И номер. И ты такой, блядь, ман. Что? А потом кран. И ты такой, это другое? Что? Нет, потом ты видишь Мерседес такой, думаешь, так, а кто приедет на площадку? А это толчок. Бля. Как охуенно, когда у тебя выездной толчок. Ну, в смысле, существует такая, что когда ты уезжаешь куда-то очень далеко. Снимать какую-нибудь заброшку. В Подмосковье. Ну, в смысле, да. Вот куда-то, где нет цивилизации. Бля, как люди влюберятся. Меня заохуеют. Я в смысле, типа, в здании в какое-то где-то. Все, все поняли. Да, да, Стас. За МКАДом нет цивилизации. В здании нет электричества и нет воды. Нет нихуя. Заброшенное здание. Вот. Ты же не будешь бегать в соседний квартал к людям в квартиру ссать. Стармедиа так не думали. Поэтому нужно было организовать какой-то толчок на съемочную площадку. У нас, ну, типа, вот, как бы машина отдельная, там туалет, все классно. И ты заходишь, там классическая музыка играет. Ты такой... Главное, что она очень воудушевляет. Да. На совершение потом. Подождите, вы к синей кабинке колонку прикрутили, что ли? Не, не си. Я тоже думал, что это биотуалет. Я все снял на видео. Это мы подкинем даже кусочек. Да, да. То есть, мы думали, когда мы арендовали, мы думали, что мы просто, ну, типа, реально приедет какой-то биотолчок просто приличный. И все. А у тебя приезжает Мерседес. Нарощенный кузов. Там у тебя внутри два нормальных человеческих туалета. С раковиной. С толчком. Типа... С сушителем. С сушителем. С туалетной бумагой. Все по-человечески. Можно с раковиной туда даже цивильно. Ну, с раковиной, я думаю, там делали периодически. Количество раз. Ну, там автоматически освежитель воздуха. Он почти справлялся. Ну, с тобой-то поди справься. У меня не было времени на с раковиной на площадке. Не могу говорить, я в Мерседесе. Исполняю жесткий дрист. Нет, там передавна, ну, как бы, он же, он внешне выглядит просто как, ну, обычная машина с каким-то фургоном. То есть, типа, у тебя нет ощущения, что это толчок. То есть, ты просто увидишь его в пробке, ты никогда не подумаешь, что это туалет. Но ты идешь мимо него, и там музычка играет, ты сквозь машину слышишь и такой. Да, забавно. Мы еще, у нас, потерпите, у нас неделю еще, наверное, будут лететь флешбеки какие-то там. Потерпите. Бля, хуй знает, что еще рассказать. Кроме съемок и подготовки, как будто на этой неделе больше ничего и не было. Аккуратнее, Стас, у меня встал. Бля. Возможно, возможно, в какой-то перспективе мы там немножечко поплывем графиком. Возможно. Может быть, где-то новостей не будет. Может быть, там. Относитесь с пониманием. Реклама, пиздец, нынче сложная стала. Ну, вдруг, если вы посмотрите и основы, и посмотрите разгоны, все вообще пересмотрели, и предыдущие новостные пересмотрели, и вторую серию в поисках скорости тоже посмотрели, вообще все отлично, тогда не забывайте, что у нас существует еще и бусте. Материалы там тоже хуево горень. Там, правда, про эффективность. Это точно не для всех. Это довольно такая заебистая задротская штука. Мы там про ресурсы, про время, про деньги, про управление. Вот такие вещи. Поэтому не для всех. Но знайте, что существует. И на этом давайте к новостям. Рассекречена внешность BMW X3 нового поколения. И вот, как вам описать то чувство, когда уродуют твою любовь? У тебя X3 нравился? Блядь. F-кузов X3. Один из моих любимых автомобилей, в принципе. Джишка, ты уже такой, блядь. Ну, это вот как будто бы, знаешь, ну, типа, вот жопу машин не испортили, морда еще держится. Но тут ты такой, блядь. Покажи жопу, Вова. Покажи жопу, да? Это ты так в Мерседесе говорил? Не, ну, тут как бы, понимаешь, ты смотришь спереди. И вот это вот. Вов, ну, давай, защищай. Я не знаю. У меня слов нет. Ну, смотрите. Хуйня же. Это единственный кадр с их рекламного видоса. И это максимально неудачный ракурс. То есть, я думаю, любую машину с фоткой в этом ракурсе, она будет отвратительно смотреться. То есть, их маркетинговый отдел наделал хуйни, да? Какие-то жидкие аргументы. Погодите. Думаю, если сделать скрин, где Стас закрывает глаза и открывает рот, будет вот такая же. Но погоди. Я тебе могу контраргументировать. То есть, есть ли, допустим, фотографии машины закамуфлированной? И там, судя по пропорциям, это классический X3. Ебать, на Сан Йонг похож. Подожди. Подожди. Вот ты говоришь про ракурс, да? Что вот, типа, вот у нас вот такой вот есть ракурс. Вот. Кроссоверка, кроссоверка. Нет. У нас есть вот это вот. Ну, я так подозреваю, что это неофициальная еще штука. Есть вот эта вот еще дизайнерская фантазия, что вот он, скорее всего, выглядит вот так. Это рекламный ролик. Это скрин с рекламного ролика. И ты говоришь, что, типа, это не самый удачный ракурс. Но. И что в этот ракурс любая машина будет выглядеть хуево. Да. Ну, посмотри, он вытянутый весь, кривой. Что? Он вытянутый и кривой весь. Ну, это. Как бывшая моя говорила. Ну, все равно выглядит-то классно. Кстати, напиши мне. Вот это вырежете. Это просто ради юмора. А нет, блядь. А нихуя. Блядь, мне нравится, что Ахсар всегда из себя корчит моралиста. Ну, и такого, типа, очень приличного человека. Но при этом над шутками, очень жесткими, какими-то, блядь, вот подпорнушными и так далее, дольше всех смеется. Так мне, типа, ну... Неудобно как-то. Я боюсь, что он, когда и порно смотрит, угорает так. Как ты узнал? Прям в жопу. И выходит, и входит. Так вот, возвращаясь... К другой порнухе. Да. Как с третьим. Вот смотри. Я тупой человек. Вот сейчас это вырежут и по интернету понесут, блядь. Без контекста. Это надо в Рилс, Аля. Тебе не кажется странным, что у тебя, смотри, вот боковина, где двери, она, ну, такая, прилизанно-мыльнообразная такая, вот, ну, типа, гладенькая, но при этом у тебя довольно сильные выштамповки над колесами. Да, это реборды, это популярная тема у всех машин. Ладно. А то, что они на разной высоте, это тоже... Ну, только это кривая перспектива этого, вот этого ракурса конкретно. А, ладно. А вот это вот на ноздрях, вот это вот... Ну, вот это вот... Ты хотел сказать, залупа, правильно? Это выглядит странно. Опять же, я считаю, что 50% уродливости этой картинки, это именно из-за неудачного ракурса. Остальные 50%... Это BMW. 50% уродство из-за ракурса, 50% из-за BMW. Новый BMW X3. Мы хуево сфоткали и хуево нарисовали. У них оператор работал в отделе, где на паспорт фоткают. То есть, тут, да, странные вот эти ламели. Ну, узоры на решетке... Ламчо? Ламели. Не говори это слово при мне. Пожди, гриль? Это не ламель? Это... Вот эти перекладинки, видишь? Они странные, скошенные тут. Какой гриль ты здесь мясо видишь? Чего нахуй? Чего происходит, блядь? Это вот так вот люди заходят к нам в первый раз в новости. Что типа, что нахуй тут происходит? Я на автомобильные новости зашел, а тут, блядь, мы. Вот с нашим всем. Эти люди супру снимали, шедеврально. Что такое? Бля, супра охуительно выглядит по сравнению с этим говном. Потом странная графика ходовых огней. То есть, это явно не прежние BMW-шные ангельские глазки. Бампер еще угловато бесформенный. И довольно какой-то большой. Но это, может быть, из-за ракурса кажется. Опять же, ракурс. И вот это вот серебристая снизу, этот подбородок, они типа прячут черным цветом вот этот вот неокрашенный элемент снизу по углам. Типа, делая и бампер чуть поменьше, и делая так, что это неокрашенный пластик, что он постоянно црапается, он выглядит как говно. Типа, снизу все нужно черное. Но при этом у тебя не стыкуется покрашенная часть бампера, и вот это вот серебристое. И у тебя выглядит эта хуйня просто такой... Дополнительной бородой. Это странно, как по мне. Да, ну вот, как бы, с точки зрения дизайна, это некрасивый автомобиль совершенно. И при этом ты смотришь на F-25 в ресте. В ресте, когда у него фары с носом слились, у него что-то согласие там. Покажите, пожалуйста. Давай, я показываю рестайлинг, ты показываешь дорестайлинг. Согласен, у фотографа вот этого было. Ну, опять же, это скрин из видоса. А что я показываю? А я показываю рестайлинг, показываешь дорестайлинг. Ой, бля, опять напишут, что мы про жопу, бля. Ну да, а про что мы еще? Ну вот дорест. Стандартный кроссовер. Да. Не уродливый и не ультракрасавец. Ты так с Вовой спрашиваешь, будто, блядь, это он сделал. Типа, Вова, а что за хуйня? Не, ну просто, может быть, я что-то не понимаю. Вова сейчас, ну, как бы, объяснит. Типа, я не к тому, что, типа, ну-ка, блядь, ответь за базар. Я так, ну, просто, вот рест. Ну, вот торест. Да, и вот рест, во-первых, намного симпатичней. Во-вторых, он просто, ну, это вот, да, это кроссовер, понятно. Тут никакой магии не будет, ну, блядь. Красивая машина? По-моему, следующая лучшая. Не знаю. Я вот, я F25 очень-очень сильно люблю, особенно на трехлитровых моторах. Ну, может быть, у меня еще травма от того, что, типа, он просто очень классно управляется. Это реально, как по мне, один из лучших кроссоверов по управлению в классе, в принципе. Конкретно F25-й G-шка уже немного не та. Она уже прыгучая, она уже такая. А вот F25, блядь, просто великолепие. Это уже труп, это уже закопали, все, забыли. Типа, этих машин не существует. Теперь у нас актуальная, вот. С этими. Фу, блядь. Ну, вот, у BMW, пиджа всего, это X5-ый первый в ресте. Как и у Porsche, первый ГН в ресте. Самый пиздатый кроссовер, и все. Больше нет у других. Что ж тебя на мертвичинку-то потянуло? Ну, вот. Кстати, он в предыдущих новостях, и у тебя не было, он между Toyota Camry и Lada Vesta выбрал Vesta. Ты что, ебанулся? Это его цитата. Мы можем даже сюда вставить, что, типа, тогда уж лучше купить Vesta. Бля, не, нахуй надо, я Vesta возьму. Задокументировали! Постановили. Аксар, я лучше Vesta возьму, тибилов. Аксар, выписан из клуба, нахуй. Расстрелять. Бля, ну двухлитровая Camry, ну, ебанулась. То ли дело, блядь, один из шесть Vesta. На автомате, блядь, два литра на Camry. На вариаторе, на вариаторе. И в этот момент сейчас у вас сцена из форсажа вот эта вот. Вдвоем. И вы даже сможете сидеть друг к другу близко, потому что Никита справа, ты слева вместе. Следующая новость. Мы вчера когда ехали со съемки, в какой-то момент встретились с Вовой. Едем, он уезжает направо, мы с Владом едем прямо просто. И он начинает петь, избивый лонг-дэй. А это был на Твере лонг-дэй, блядь. Правда. Большие рамные внедорожники Ford Chevrolet провалили краш-тесты. Где кибертрака, ИЧС, сука? Они такие, надо испытать большие автомобили. Какие у нас самые популярные автомобили большие? Вот у нас, пожалуйста, есть Expedition. Вот у нас, пожалуйста, есть Vagoner. И вот у нас, пожалуйста, есть, что там, Chevrolet какой-то? Таха новый, да. И вот они по полному циклу. И надо напомнить, что ИЧС это, ну, как бы, это организация страховщиков, которые просто очень задроченно и очень заебисто разбивают автомобили. Они фактически, на самом деле, ни на что не влияют. То есть, они, типа, не могут регуляторно запретить автомобиль. Но на данный момент весь цикл ИЧС это самые жесткие краш-тесты на планете. То есть, типа, никого более задроченного по краш-тестам не существует вот на планете, кроме ИЧС. Потому что, во-первых, у них есть обычный стандартный цикл 40% перекрытия, который всю жизнь был у Евроинкапа. Только сейчас у Евроинкапа у них тележка, а, типа, ребята в ИЧС до сих пор бьют просто в деформируемый блок. Ну, просто вот в алюминиевый кубик. Одновременно с этим у них есть все приколы на системы срабатывания перед пешеходами, чтобы нужно, типа, экстренно тормозиться и так далее. Но самое важное, у них есть 25%. 25% в бетоне, который, кстати, был введен из-за того, что ребята проанализировали большое количество смертельных случаев, типа, что к чему, почему, и от чего больше всего люди гибнут на дорогах общего пользования. И стало понятно, что, на самом деле, встречные столкновения лоб в лоб, они обычно проходят не 40, а 25%. Они обычно по касательным, потому что люди пытаются как-то друг от друга уехать, как-то не успевают нормально друг другу в морду приехать, поэтому обычно 25%. И плюс они очень усиленно тестируют автомобили на перевороты и на все боковые столкновения. У них самое главное это 25% боковое столкновение, потому что в Штатах большое количество людей гибнет на перекрестках, там, типа, все движение, что-то такое. 90 градусов, вот, кто-то торопится на красный, кто-то там куда-то быстро едет, и вот они приехали. Так вот, взяли рамные внедорожники, которые автоматически сразу во всех краш-тестах себя херово показывают, потому что у них большая масса, потому что им больно сложно и так далее. И вот как бы более-менее, более-менее, справился только джип. Ну, в смысле, типа, прошел, все нормально, все в порядке. У него хорошо отработала вся силовая безопасность, типа, все хорошо, типа, кузов спроектирован нормально, человек выжил. А вот все остальные, пип-пип-пип. Тут тоже можно, конечно, еще немножко удрочиться тем, что ребята поменяли регламент. Раньше 40% бился только вот с манекенами спереди, сейчас добавили ребенка сзади и смотрят, как там ребенок себя чувствует, потому что ребенок очень часто в ремне там... Ну, там не ребенок, там взрослый. Там мексиканцы. Подростые. Там довольно взрослый манекен. Ну, там подросток все равно, то есть там, типа, там что-то среднее между взрослым человеком и... Довольно взрослый. Реально, кстати, возможно, мексиканец маленький там сидит. Ну, там реально, там видно манекен, что маленький. Сейчас, погоди, я еще раз открою. Я смотрел эти испытания. Я их еще досмотрел еще даже до того, как ты в новости их закинул. Потому что на ИЧС я подписан. Все ждешь? Конечно. Да, кстати, он женский такой. А, да, женский, да, да. Я просто помню, что он меньше, чем то, что сидит спереди. Да, там девушка сидит. Это вот либо женский манекен, либо подросток девушка. Типа, скорее всего, просто женский. Любовница сзади. Ну, конечно, как вот, блин, прикольно смотреть, как со всех современных систем безопасности манекены соскальзывают нахуй, когда ты в 25% бьешь. Потому что самая опасность, это краш-тест, это не то, что там, типа, у тебя как-то деформируется силовая клетка, хотя она на самом деле тоже деформируется. А то, что у тебя манекен просто съебывается с подушек. В стойку. Да, в стойку, прям в мясо, прям вот в самое неприятное. И фактически он никак не гасит удар, фактически ничего не происходит, просто человек летит головой вот туда, куда-то в мясо, в железное. Плюс там ноги, плюс там все подряд, и типа, ой. Это, подожди, это вот сейчас был чей краш-тест? Это Ford. Expedition, да. Да, это был Expedition. Это еще не самый худший случай. На самом деле, когда ввели 25%, и вот только вот, типа, ну, просто самые первые машины начали разбивать, сейчас машина уже строится с расчетом, что такой тест может быть проведен, и тоже надо что-то с этим по этому поведен. Воду делать. Когда самые первые машины начали так бить, ох, блядь, там просто, ну, типа, там манекены в окна бились, ну, в смысле, в пассажирские, типа, где-то какой-то манекен, какое-то стекло разбил и вывалился вообще. Все пытались ебаться до каждого. Да, 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 то есть, это было прям максимально неприятно, и одна машина нормально пройти не могла. А что по этому поводу, там, допустим, Toyota Sequoia показывает? А давай посмотрим. По этой новой схеме они не тестировали, но можно посмотреть на сайте, наверное, у них есть старые тесты. Ну, просто она не завелась и никуда не поехала. Самая безопасная машина. Ты про Toyota сейчас? Нихуя себе вот это, блядь, не ем. Так, выходи из кабинета. Че, че, че сказал? Она просто не завелась и не поехала никуда. Вот есть 25% Corolla Cross. Кто? Corolla Cross? Компактный кроссер. Это же, да, нерамный. Не, Sequoia поищу. Ну, Sequoia нету, вот я нашел Corolla Cross, сейчас посмотрю. Там по-любому сейфти, как там пишут? Топ сейфти пик. Во. Sequoia просто не бьются. О, Grand Highlander есть. Это все не то, это все нерамный. И он молодец, кстати, по-моему. Так это нерамный внедорожник. Да, это нерамный внедорожник. Понятно, что это нерамный. Это Lexus TX, который? Да. А LX? Может, LX туда поищите? Не, Sequoia помассивнее, чем LX. Ой-ой-ой, как он неприятно предложился. Есть Tundra. О! Ну, вот это одноплатформенные же. Да. И что там? Сейчас скажу. Ну, вот, кстати, да, есть статистика по обновленному тесту, и там все хреново. Но хреново и у больших рамных внедорожников, про которых новости. Да, потому что, я говорю, рамный внедорожник всегда себя очень плохо показывает во всех тестах. Это нормально, потому что у тебя, ну, как бы, ты бьешься в статичную конструкцию. Это, чем у тебя больше масса, тем у тебя больше проблем. И тебе нельзя делать раму сминаемую, потому что тогда она теряет свои свойства, по сути. Суть рамы, да. Тогда, ну, как бы. Тогда уже надо несущий кузов делать, если ты делаешь. Поэтому пока что единственный, более-менее адекватный тест на рамные внедорожники, это европейские краш-тесты, но там нет рамных внедорожников особо. И там на перекрестках, наверное, не такая статистика. Да, да. Но при этом у тебя, опять же, у тебя есть равный внедорожник. У тебя две проблемы самые большие. Это ты, если что, при боковом ударе ты тут же переворачиваешься моментально. И это проблема, потому что у тебя, опять же, массы снизу много, и у тебя кузов очень легко сминается, и тебе пиздец довольно быстро. Второе, если ты все-таки въезжаешь в какое-то большое серьезное препятствие, а не только в легковушке ты же врезаешься, ты можешь врезаться в грузовик, ты можешь врезаться в столб, ты можешь врезаться в куманистатичную конструкцию, в дом, еще во что-нибудь, вот тогда твоя рама будет играть против тебя. Потому что у тебя много массы, у тебя много инерции, и тебе в любом случае пизда. Поэтому есть как бы вот это распространенное мнение, что типа, ах, блядь, у меня машина весит три тонны, это ваши проблемы, это я тут, папа на районе, еду тяжелый, большой, вам всем нужно бояться. Но нет, потому что как бы если вдруг ты встретишь что-то серьезное на своем пути, тебе будет только хуже, что, собственно, тесты и показывают. А если рамный внедорожник встретит на своем пути выгорание, он выдержит. Нихуя ты сейчас загрузил. Следующая новость. Фольксваген потратит треть электромобильного бюджета на ДВС. А что такое, Фольксваген? Нихуя себе. Вы что, на канал подписались? Или что? Я не понял. Что произошло? Что случилось? Нахуй. В чем прикол? У них как бы есть 180 ердов. Проблемы у людей. Типа, есть 180 ердов, которые они должны были потратить на электрические автомобили. Подожди, я так понял, это прибыль с продаж электричек они потратят в ДВС. Нет? Там не про это? Нет, у тебя есть план, что вот есть какое-то количество денег у компаний, которые она генерирует со временем и так далее, и которые ты инвестируешь в какое-то направление. И вот у них есть 180 ердов, заложенных под то, что они потратят в электрические автомобили, в заводы, в платформы, в компоненты, в логистики, в склады, во всю хуйню. И вот они там уже какую-то часть бюджета потратили, потому что, ну, как бы у тебя же все программы-то идут, платформы разрабатываются и так далее. И сейчас они такие, ну, смотрите, мы как бы посмотрели реальность. Она не то, чтобы как бы чуть-чуть не дотягивать до наших ожиданий. Там все пизда как плохо. Вот. И мы как бы, мы понимаем, что слишком много денег направлять на электрическое направление уже не нужно, потому что уже все заебись. Уже все хорошо, у нас уже есть машины, как бы все нормально. Поэтому мы вот как бы на 60 миллиардов сокращаем траты в разработку электрических автомобилей, и, ну, как бы, а ДВС это что у нас, как бы, вот они работают, они деньги нам несут, ну, мы туда их и положим. Но мне при этом очень нравится, как они, ты же не можешь выйти как руководство компании, тем более немецкое, с учетом того, типа, насколько весело в Немеции сейчас по поводу энергетики, по поводу экологии, всей вот этой вот херни. И ты же не можешь выйти такой, типа, ну, все хуйня, все поняли, славься в V8, типа, ты не можешь так выйти. Поэтому ребята такие выходят, такие, ну, смотрите. И мы, да, мы как бы меняем направление денег, мы меняем течение финансовых потоков, мы больше денег грузим в ДВС. Но это не потому, что ДВС победил, а потому, что будущее еще не наступило, а прошлое еще не прошло. Цитата, если что. У них ВКонтакте работает. А, ну, если прямая цитата, то, типа, будущее с электромобилями, но прошлое еще не закончилось. Ауф. Нет, чтобы, блядь, выйти, как Тойота, сказать честно, что электрички нахуй никому не нужны. Нет, Тойота не так говорит. Она говорит, что, типа, ну, смотрите, у нас другая ситуация, мы нацелены на другие рынки, и все-таки кому-то надо будет производить ДВС, вот поэтому будем мы. Типа, вот так-то это говорит. Говорит, вы, конечно, охуенно придумали, экономика просто слопнется, а вы охуенно придумали, да. Но, как бы, ребята из Вольфсвагена вот немножечко по-другому, и вот, блядь, вот нахуй надо было. Зачем? Подписались бы на канал пару лет назад, все бы стало сильно лучше. Я просто подумал, это продажи ID4, они, типа... Много денег заработали и решили, типа, да, не держать яйца в одной корзине и просто правильная диверсификация. У них там на полцилиндра хватит. Ой, блядь. А тем временем Вольфа переносит производство электромобилей из Китая в Европу. Чего? А вот. И в чем прикол? У нас же, как бы, Вольфа принадлежит Джиле, и в том числе, типа, электромобили Вольфа, они, как бы, производятся на заводах Джиле сейчас в данный момент, но... Не все, некоторые в Европе производят. Да, понятно, но они потихонечку, они вот совершали вот эту вот миграцию, что, типа, мы потихонечку уезжаем туда, у нас и разработки уезжают, у нас там, типа, совместные все планы с Zikrom, туда-сюда, полстар уже потихонечку загибается, но это мы чуть позже поговорим. Но все равно, Вольфа, как бы, вот, они в том числе думали, что, может быть, мы выйдем на Китай, но там объем продаж у нас довольно низкий, Вольфа там никому нахуй не нужна, они такие, мы остаемся в Европе, да. А тут сейчас началась какая-то суета вот с этими ограничениями. Плюс, как бы, наверное, нам все-таки логичнее будет все-таки автомобили производить вот там, поэтому мы сейчас потихонечку будем перетаскивать производство. Вот у нас есть наш EX30, он пользуется спросом в Европе, да, и вот мы, наверное, его перенесем, локализируем. Может быть, мы притащим еще и X90 на нашу здоровую машину электрическую, вот, и там что-нибудь как-нибудь. Но мне очень нравится смотреть за полстаром, что они же вот тоже вот типа выходили такие, типа, вот полстар, наше будущее, наш новый бренд, наши великолепные электрические автомобили, все будет замечательно, все будет заебись, цена акций меньше доллара. Просто прошлое еще не ушло, как Фольксваген говорит. Да, а будущее еще не наступило, да, да, да. Но прикол в том, что типа полстар такой, типа, вот нам надо бы отчитываться за 24-й год, ну, в смысле, за первый квартал, вот, ну, может быть, мы вам не будем его показывать. Да, мы публичная компания, но мы что-то не хотим так показывать вам финотчет. Может быть, не будем. На этом фоне падают акции, они такие, ну, может, точно не будем. Потому что у полстара все хуево, это понятно. Полстар это вообще что? Проснулся нахуй. Половинка звезды. Это когда комп трогаешь и экран... Просыпается, да? Это субберн-творов электрический. А, пылесос. А, ну... Наследил всю информацию, дальше стрим. В Турции решили закрыть рынок для китайских машин. Вот. Потому что, как бы, аху ли вы? Мы превентимно, ну, там, потихонечку, ввозные пошлины. Надо включать все административные рычаги, потому что вот существует Турция, у нас тут существует какое-то количество автомобилей. Если китайцы придут и все у нас тут захватят, нам это неинтересно. Поэтому вот, пожалуйста, пошлины вам на электромобили, на бензиновые автомобили, на все подряд. Тем более, у нас тут недавно запустился наш ПОК. Блядь, очень интересный бренд. Помнишь? Да, я помню эту новость. Это усатый автомобиль, блядь, очень-очень веселая фигня. Как будто реально, ну, типа, с президента срисовали. Но при этом на этом фоне еще у нас как бы прошла незамеченная новость, что Еврокомиссия... Сейчас, возможно, чихну. Сука, не чихнуть. Да ты ж на эту камеру снимаешь что-то. Не, я хочу прям крупно снять, чтобы было видно. На свет посмотри, обычно работает. Да, не-не-не-не. Когда же я на камеру-то чихнул, а? Слушай, а в Турции же, по-моему, вообще жестко ебут. В целом, может, не продолжать. В целом, довольно большое количество жен в Турции жестко ебут. Да. Следующая новость. Бля, люди, которые в натуре приходят за автомобильными новостями на канал. Жестко наебываются. Блядь, Никита и без контекста. Евросоюз повысил ввозные пошлины на электромобили из Китая. Вот у нас было большое обсуждение, что Евросоюз такой, типа, ну, смотрите, надо бы что-то делать, надо бы как-то вводить у нас, вот надо защищать, собственно, наши автомобили, наших автопроизводителей и так далее. И вот они сейчас выкатили, собственно, прогрессивную линейку пошлины. И это, блядь, ладно бы, если бы они в открытую такие, ну, типа, пацаны, смотрите, вот нам нужно защищать нашу промышленность. И, собственно, мы вообще не вывозим конкуренцию, мы понимаем, что у нас просто все дороже, и нас сейчас придут всех нагнут здесь и воспользуются вот этими конкурентными преимуществами, что мы взяли, убили, как бы, у себя всю историю с ДВСом. Мы сделали потенциально большой рынок электромобилей, вот, типа, включили кучу регуляторной хуйни. И мы сейчас вот эту вот кубышку защищаем, потому что могут прийти китайцы со своим дешевым автомобилем, ну, в целом, с дешевой стоимостью, заработать кучу денег, нас прогнуть, у нас заводы схлопнутся, вообще полный пиздец. Мы, получается, крайние, ну, в смысле, правительство. Типа, так не идет, поэтому мы вот ставим заградительную пошлину. Но нет, они такие, типа, смотрите, как бы китайцы, они вот несправедливо конкурируют, потому что у них государство помогает своим компаниям. Это мы тут вот всех своих в жопу ебем, вот мы правильно делаем, а они там своим помогают, это какая-то хуйня неправильная, так не должно быть вообще. Но мы еще возьмем линеечку правильных автомобильных компаний и неправильных автомобильных компаний, потому что если вы, как автомобильная компания, китайская, не берете денег у правительства и сотрудничаете с нами, в смысле стучите и рассказываете, как у вас там все устроено, тогда вам 19%. А если вы плохая компания, которая никакими данными не делится, которая работает с китайским правительством, который деньги бюджетные берет и так далее, и при этом не стучит еще на своих, то вам 32%. 38,1%. А, 38,1%, да. В России. Блядь, я ему кому-нибудь пизды дам, ну честно, я вот... За что, за правду? Правды нету. А ты знаешь точно, как рассчитывается таможенная пошлина в Евросоюз и как рассчитывается таможенная пошлина к нам? Ну, у нас по количеству литров и году автомобиля. А там? А там, хуй знает, как кайф, наверное. Ну, так ты посчитай, посмотри, поизучай. Ну, то, что ты озвучил, это все равно меньше, чем у нас за тачку. У нас за тачку ты отдаешь стоимость ее стоимости или две стоимости ее? Это дополнительная пошлина. А, типа... Ко всем тем, которые существуют. Чисто на китайские машины. Ну, то есть, смотри, у тебя есть весь остальной мир, который может перевозить автомобили в Евросоюз и платить таможню Евросоюза и так далее. Но машины, конкретно сделанные в Китае, плюс 30 ко всем остальным правилам. А сколько пошлина в Европе вообще? По-моему, 10%. Ну, надо посмотреть. Потому что, по-моему... Это, по-моему... Хорошо. Ладно, я загуглю, разберусь, потом какую-нибудь информацию напишу. Кто, блядь, напишет еще про это? Почему Никита не прав? Да, потому что ты не прав. В России машины дешевые и всем доступны. Нет, смотри, машины нигде не дешевые и нигде не доступны. Все нормально. Если посмотреть на объем, как это называется... Хорошо, в России машины не дешевые и никому не доступны. Ну, да. Однажды в комментах до соседа, пока мы в общаге жили, чувак доебался. Типа, ну, где-то, короче, они под каким-то постом зацепились. И он ему начал в личку писать. И он что-то его спрашивает. И друг спросил того чувака, и он отвечает ему, а почему, говорит. И друг, хэштег такой, потому что иди нахуй. Мальчик, иди в жопу отсюда. Если посмотреть на темп роста автомобильного рынка, вот у нас, типа, смотри, условно говоря, там, типа, есть статистики, что, типа, есть вот какое-то количество автомобилей на количество населения. Да, типа, уровень автомобилизации населения. Мы в целом, если просто берем этот рейтинг, мы в нем не то, чтобы там где-то в жопе находимся, мы довольно высоко. Мы там, типа, по-моему, в топ-10 стран по уровню автомобилизации мы входим. Ну, так нихуя себе, ты видел, какая Россия большая? Какая здесь связь? Ну, много автомобилей, много людей. У нас очень мало людей и очень большая страна. И довольно большое количество автомобилей на это количество людей. Мы нашли таблицу, уровень автомобилизации, сколько машин на тысячу населения. Да. На тысячу человек. Да. Россия 54-я. Да, только вычтите оттуда все Лихтенштейны и всю вот эту вот хуйню, где живет 5 тысяч человек. Ну, вот можно взять, например... Бери страны, короче, вот 100 миллионов людей. Республика Корея, 346 машин на тысячу человек. И Северная. 358. Там танки. Погоди, а ты был в Израиле? Я не был. А ты видел? Короче, там машины... Я понимаю, что там убитые машины. Там просто пиздец. То есть, типа, ты не захочешь на этом ездить. Не то, что в наших регионах, да. Так, Ирландия, 457 машин на тысячу человек. Литва, 456 машин на тысячу человек. Да, потому что через Литву гонят все подряд к нам. Посмотри Абхазию тогда. Или Армению. Не, смотри, как бы, можно сидеть и говорить, что у нас все плохо. Можно сидеть и говорить, что у нас все хорошо. Но у нас объективно, типа, ну, ситуация далеко не самая плохая. Это первое. А второе, ты как бы, вот допустим, хорошо, ты в Британии можешь купить машину за 100 фунтов. Без проблем. Типа, такие существуют. Они не просто так стоят 100 фунтов. Потому что у тебя содержание самого автомобиля стоит пизда как дорого. И нет ни одной точки на планете, где у тебя просто... Я думал, потому что там быстро обновляется автопарк. Нет, у тебя страховка, бензины, ТОшки и прочь-прочь. У тебя просто в какой-то момент старая корыта, просто им владеть, просто чтобы он у тебя стоял в гараже и так далее, тебе становится очень дорого. Потому что там в том числе есть экологические сборы и платные дороги там и бла-бла-бла. И как бы можно сидеть, конечно, с линейкой вычислять, что типа там, да, где-то лучше, где-то хуже и так далее. Но вот такого, чтобы автомобиль в какой-то точке планеты был просто штукой самой собой разумеющейся, что ты типа просто такой пришел, ты типа нихуя не делаешь. Просто вот сидишь на жопе ровно, работаешь дворником, и вот тебе, пожалуйста, ваш майбах. Такого на планете не существует нигде. В Штатах типа сильно проще, потому что у них там вся жизнь построена вокруг автомобиля. И там как бы с одной стороны это прикол, с другой стороны это большой минус. Потому что у тебя одновременно с этим ты платишь за вот эту тотальную автомобилизацию типа стиля жизни, что у тебя все везде drive-thru, у тебя везде все вот эти вот прямые highway, тебе везде нужно ехать на машине и так далее. У тебя просто практически не существует мест, где можно походить ногами и погулять. Потому что у тебя вся жизнь вокруг автомобиля выстроена. И везде все, но просто оно разное. То есть типа нет такого, что где-то что-то хуже, где-то что-то лучше там и так далее. Вот. А новость была про то, что типа ребята пытаются вот построить автомобильные компании китайские по линеечке. Вот типа кто больше стукачи, тому хорошие условия. Кто меньше стукач, тому похуже условия. И это все потому, что ребята пытаются восстановить справедливость и честную конкуренцию. Учитесь правильно пиздеть. Из-за тебя все, блядь. Ты как будто доебываешься просто до него. Я, подожди, я комментатор. Нашумевший концепт ИЖСВ-1 выставлен на продажу. По-моему, мы это даже обсуждали в каких-то новостях еще очень-очень древних. Потому что я вроде как бы это штука из 2018 года, но я не уверен, были у нас новости в 2018 году или нет. Или по-моему они появились в 2019. Ну, где-то вот там. То есть, мы где-то откуда-то оттуда у нас уже существует формат автомобильных новостей на канале. Ебать, как долго. И вот в то время когда-то Калашников такой, смотрите, мы взяли ИЖКомби и вот как бы на его виде построили прототип будущей электрички. Что у нас там, блядь, мощный стиль туда-сюда. И типа современный киберпанк только с ИЖКомби. Блядь. Это сделал Калашников. Они одну эту машину показали. И такие, типа, смотрите, может быть технология, мы концерном можем где-нибудь куда-нибудь в эту сторону поработать. Потому что, опять же, 2018 год, это год, когда популярна была вся эта история с тем, что надо электромобили делать, надо все электрифицировать. Появились первые новости о том, что в какие-то древние тачки начали засовывать какие-то электромоторы и какие-то кастомные ателье. В Европе начали все это дело делать и в Штатах. И ребята из Калашников такие, вот смотрите, оп. И вот, типа, машина везде, типа, произвела фуор. В том числе в Гран-Туре по поводу нее поражали. И у них там в блоке про на масте они там обсуждали, что вот, типа, Калашников показывает машину, типа, ха, кек. Без шуток. То есть, типа, машина нашумела, но исчезла тут же. То есть, вот ее на одной выставке показали и все. Нету. И вот сейчас, типа, машина всплывает просто в объявлении на продажу, что, типа, вот за 3 миллиона хотите купите? Хотите? Нет? Некто, человек такой, типа, смотрите, ну, как бы там вот это у нас по итогу шо? Это у нас комби, да, вот. Только там еще Калашников туда засунул. Электромотор на 300 сил, тяговую батарею на 90 киловатт часов. А вы как бы, если там еще специальную кнопочку нажать, ну, видимо, когда очередью стреляют, тогда 680 лошадей. И при этом у нас, типа, ходовая часть с пневмоподвеской от BMW. Полноценный салон. Прям вообще все нормально, замечательно. Батарея у нас от Теслы. И вообще, это, ну, корч. Типа, и которая реально ползает. Поэтому, если вдруг хотите... А вот насчет реально ползает. Ну, у человека продают машину не на ходу. А, да? А он не ползает все-таки. Причем, я почитал его блог на Drive 2. Да. Он вроде как и месяц ей владеет. Да. Месяц назад он хотел ее восстановить. Но вот спустя месяц он, видимо, разочаровался. Подожди, это, типа, ну, это полная электричка получается, да? Да. Она заряжается от розетки 5.45 или 7.62, меня интересует. Просто с надписью «Калашников медиа». Я видел только видосы, типа, сколько магазинов можно отстрелять непрерывно, пока у тебя цевье не загорится. Возможно, ты разбираешься в теме, но я слышал такую фигню, что, типа, вот «Калашников», который, ну, типа, существует вот эта вот история про то, что, типа, это очень надежный автомат, который, типа, и в песке, и в воде, и где угодно как работает, что как будто бы это «Калашникова» только российского производства. Потому, что, типа, лицензия же продана по всему миру. Да. Если, условно, тебе попадается какой-то «Калашников», который собран где-нибудь в Южной Америке или в Южной Азии или еще так далее, то вот он может, ну, типа, сбоить постоянно. Да, то, что без лицензии, типа, это, ну, такое, около кустарное производство существует, такого много. Я не знаю, откуда я это знаю, но просто... Ты, наверное, как владелец просто бывший. Блин, типа, просто дофига видосов, на самом деле, даже на том же Ютубе, где сравнивать. Не заставляйте меня это гуглить, ребята. Нет, это легко ищется. Зебра, по-моему, есть. Ты не понял свою просьбу, да? Ну, короче, типа, они просто берут, типа, М16 или М4 американские и сравнивают с каким-нибудь, знаешь, типа, из Африки «Калаш», который там местные производят, и, соответственно, там он показывает себя хреново. Но если взять, типа, советского производства, грубо говоря, то это будет вот тот самый легендарный. Это неспроста, типа, так пошло. Да, нет, нет, я знаю, что «Калашников» – это абсолютно великолепные автоматы. Вопросов нет. А вот и «Шкомби» не получился. Хотя чисто по идее, наверное, если под водой он стрельнуть может. В Китае рассекретили новый кроссовер «Смарт», как обычно промышленная торговая палата Китая такая. Типа, ну, мы с вами какое-то количество времени, во-первых, обсуждали, что вот «Смарт» показал новый внедорожник, и он такой прям красиво, стильно и так далее. Но теперь торговая промышленная палата Китая берет и выкладывает фотографии, как реально выглядит машина, вот без всех этих внедорожных штук, без обвесов, без ничего. Оп, и это типичная, короче, история, когда у тебя вот, ну, как бы, Инстаграм и реальность. Давай, погоди, чтобы я тебе, вот сейчас Вова будет показывать тебе то, что показала промышленная палата, а я тебе покажу то, что видели мы. И что мы такие обсуждали, что такие, бля, а это даже в целом-то и ничего. А это даже в целом-то и хорошо. Так, ну, это типа они экспедиционную версию показали. Типа вот, они показали вот это вот, а вот в жизни будет выглядеть вот так. Это реально Инстаграм и реальность. Какой-то конъюнктивит, мистер Фор. А зачем «Смарт» же? «Смарт» же это же было про маленькость, мимимишность. Зачем большой? Сколько новостных выпусков ты проспал? Он спит не только здесь. Рубрика «Никита без контекста, доебывайся до контекста». Гуля, бля, вот так. Ну, ладно. Ну, что, у «Мерседеса» он хреново продавался. Они продали половинку китайцам, и теперь китайцы говорят. Ну, раз с маленькими машинами не получилось, будем делать большие машины. Спасибо, Вова. Пожалуйста. Ну, и, собственно, здесь ничего нового. Вот они как и обещали, что да, это вот, собственно, будет большая машина. Да, большая машина. Просто выглядит немножко не так, как нам изначально показывали на рендерах. Это абсолютно стандартная практика. Ход хэш «Фольксваген Гольф ЖТА» превратили в броневик с защитой от обстрела из автомата Калашникова. Хуй он выдержит, бля. Не, у тебя же существуют классы бронирования автомобилей, что, типа, в целом любой автомобиль можно забронировать под любой класс. Типа, ну, возможно, там вопрос объема, что если у тебя там, допустим, как-нибудь «Б-9» или «Б-8», я точно не помню, какие-то классы бронирования существуют. Ну, а у легковых максималка, по-моему, ну, в смысле, гражданских автомобилей. Ну, может быть, да, может быть «Б-7». Возможно, там есть какие-то регламентные ограничения по размеру, что если у тебя слишком маленькую машину тебя просто не забронируют. Но в чем прикол? Типа, существует «ЮАР». И там, как бы, полицейские очень любят почему-то кататься на гольфах. Ну, почему-то вот им как бы нравится, что вот на GTI-ах и на обычных тоже. И ИР-ки там у них есть, и GTI у них есть, и обычные гольфы у них тоже есть. Просто, что вот, типа, хорошая, нормальная, надежная машина, быстрая, маневренная, типа, очень удобная для патрульных автомобилей. Заебись. Ну, европейские ценности просто. Да. Гирит человек, который любит на столб наматываться, блядь. Хандавод. У нас есть Тойотовод, Вагавод и Скуф просто. Эти вот у вас с западными ценностями. Откуда вы беретесь? А как ты баклажку пива сюда пронесла? В себе. Не с горла. И открывать. Там корона у меня, но не слаймом. И атлет, который занимается бронированием автомобилей, такие, о, а давайте мы как бы, ну, по приколу сделаем, собственно, вот просто GTI, покажем ментам, вдруг много купят. Блядь, гольф. На броне. Они вроде бы как говорят, что, типа, ну, потяжелел всего лишь на 350 килограмм. То есть, типа, не прям уж прям. А какой класс? Какой стейдж. С вас говорят B4+. B4+, не защищает от калаша, это пиздеж чистой воды. Калашников медиа, проверьте, пожалуйста. Они пишут, что, по идее, от четырех выстрелов из калаша защитит. С километра? Если он уезжает, типа. Я не знаю, я не разбираюсь в оружии, я не разбираюсь, типа, вот. А, ну, и плюс там, естественно, же это, стекла бронебойные, это что? Бронированные. Не бронебойные, бронебойные снаряды бывают. Бронированные. Я не разбираюсь в этой херне. Физика, что там? Идите нахуй, я, блядь, я три дня снимался, отстаньте от меня, я хочу домой. Если хотите тоже травить все вакансии на Саффи-про. Вам еще за это деньги платят, блядь. Идите нахуй. И на этом, в этом выпуске у меня все. Пойдем поспим. Надеюсь. Водичку я допил. Время позднее. А у вас там воскресенье, поэтому там еще, ну, выходной. Догуляйте, довеселитесь. Сходите в бар. Вот. Сходите где-нибудь на летней веранде посидите. Там классно. Потому, что лето-то уже почти месяц, блядь, прошел. Бля, да я не могу. Пока мы тут туда-сюда, а месяц-то уже и вот. Поэтому сходите, погуляйте, повеселитесь. Пока.